Пока есть мои книги, вынужден начинать с того, что делаю Потому что эти книги нужно продать, подарить, раздарить Как-то от них избавиться, чтобы заняться уже вторым томом А первый том пока имеется в наличии Я имею ввиду записки странствующего армянина Кстати говоря, кто уже приобрел, почитал Очень хотелось бы услышать ваши отклики Которые я опубликую на наших сайтах, на нашем телеграм-канале Я напомню, что это первый том от моих поездок По разным странам и континентам Где я рассказываю об истории становления армянских общин В разных странах с раннего средневековья до наших дней Здесь вы ознакомитесь со всеми армениями по миру Которые только есть и где я побывал И истории их возникновения Здесь вы познакомитесь об армянах разных рас Как казалось, есть и такие Армяне-монголоиды, армяне-негроиды Но они есть, ничего тут не сделаешь Из книги вы узнаете о них, об их судьбах и так далее Побываете вместе со мной в разных странах В первом томе И, кстати говоря, в первом томе оказались многие из вас В качестве персонажей Вот если, скажем так Вы проживаете и помогали мне в поездках В таких странах, как Франция Имеется ввиду Марсель, Ницца То здесь вы имеете Узбекистан, Таджикистан Это из ближайших стран, которые я говорю Среди которых могут быть мои подписчики И говорящие по-русски Потому что здесь есть и персонажи, которые не говорят по-русски Имеется также Казахстан Ну и так далее, и так далее Беларусь Приобретайте книгу Потому что потом ее не будет Я уверен Приобретайте Чтобы больше у меня потом не спрашивали А есть ли Потому что ваши имена тоже в этой книге Приобретайте пока есть Если вы живете тем более за границей Россиянам-то это проще сделать Они могут Вот здесь есть ссылочка Купить книгу Пройтись по этой ссылочке И заказать ее Сделать все так, как там написано Если вы даете ошибку Не верьте Там все нормально Вам в течение суток должен прийти ответ Что ваш заказ принят Вот если в течение суток не пришел такой ответ Значит можете бить тревогу Но все 100% все получают Если же вы живете за пределами России Вам также нужно пройти по этой ссылке Ничего заполнять не надо Вам просто нужно Увидеть там электронный адрес почты И написать туда Спросить Как заказать мою страну И вам персонально ответят Как это сделать Удивительно, что Из-за границы Пока что очень мало заказов Я не знаю почему Видимо россияне и жители Армении Живут богаче, чем в Европе И в Соединенных Штатах Пока только так могу объяснить Вот Это касаемо книги Ну а теперь уже по нашей теме Знаете, на просторах интернета Мы часто слышим о каких-то азербайджанских мечетях Действительно Азербайджанцы задаются вопросом Если есть армянские церкви Если есть русские церкви Грузинские церкви И прочие церкви То почему бы не быть азербайджанским мечетем Я вам больше скажу Нет не только азербайджанских мечетей Но и арабских мечетей нет Чеченских мечетей Лезгинских Лакских Есть просто мечети Они вне национальности А если вы имеете ввиду архитектора То азербайджанских архитекторов Мечети строевцев Тем более в помине не было Особенно в стародавние времена Зато будучи христианами Армяне строили мечети И с этой позиции Есть армянские мечети Вот только с этой позиции И строили армяне Очень известные такие мечети И скрыть это невозможно Хотя бы потому что Армяне народ оседлый Как и архитектурное искусство Зародилось у них Аккурат в то время Когда сам народ зародился Ну потому что иначе быть не может Архитектуру вообще придумали Оседлые народности То есть они живут на месте Им надо где-то жить Им же не нужно кочевать И ставить свою юрту Ана-юрту Ставить там где на данный момент Он поселился вместе со своим пастбищем Или семейством Армяне как и другие оседлые народы Не кочевали Они жили там где и жили Там же они и строились Возводили свои дома Из камня, песка Ну и так далее В зависимости от эпохи Конечно же Ведь они строили себе дома Из камня, почвы А не шкур Животных И кизяка Да Оседлые Именно так делали А вот Кочевые народности Естественно И шкур И кизяка Чтобы можно было легко Это все собрать И далее Потом все это Разобрать В Монголии Или в Иране Азербайджанцы Тюркские народности Ирана Кочевые Как Кашкайцы Например Да Этнические Азербайджанцы Они до сих пор Также кочуют Собирают Разбирают Единственное Что во многих местах Шкуры Заменились Уже Тканью Ткань Можно легко Уже достать Где угодно Это касается Кстати говоря Не только Азербайджанцев Чье зодчество И мечети Строения Основано На персидских Архитектурных Традициях И персами Жи Выполнены Ну и Ранние Арабские Мечети Которые Тоже Возводили Персы Так как они Народ оседлый В отличии от Арабов Кочевников Для которых Главная Мечеть Пустыни Была В Мекке И это Каба Первая мечеть В том виде Каком мы Теперь Ее представляем За пределами Аравийского Полуострова Вне арабского Скажем так Ареала Сейчас это Кстати говоря Арабский ареал Но Тогда Когда возводилась Первая мечеть Вне арабийского Полуострова Она была На территории Там где Жили Иранцы И возведена Она была В городе Басра Этот город Нынче В Ираке Но когда Строилась Первая мечеть Басра Находилась Еще В составе Как я уже Сказал Сосанитского Ирана И жили там Иранцы Иначе говоря И тут Постарались Оседлые Персы А не Кочевые Арабы Что касается Турок Или Осман Того Периода То По большей части Строителями Их мечетей Были Армяне И греки Автохтоны Анатолийского Региона Что-то Армяне И греки Возводили Тюркам А что-то Тюрки Без спроса Просто Забирали У армян И греков Такое тоже Было Бывало И немало Например Их церкви И превращали Их В мечеть На территории Современной Турции Таковых Мечетей Бывших Церквей Свыше Семидесяти И это Только Официально Одна Только Айя София Чего стоит Софийский Собор Построенный Греками А его Знаменитый Копол Уже Армянином Армянским Архитектором Далее На территории Современной Турции Еще до Возникновения Османской Империи В Кунийском Султанате Хоть и не мечеть Но Первый Медресе Инджаминар Был построен В 1252 Году Армянином Архитектором Геворгом Считается Что На стенах Этой Медресе Впервые Появились В качестве Исламского Символа Полумесяц А все Потому Что Полумесяц Широко Использовался И до Того Как он Стал Символом Ислама Византии И на Армянских Иконописях И на Греческих Кстати говоря Иконописях В том Числе Да Еще В том же Сассанитском Иране Даже Он Использовался В языческие Так сказать Времена Он И у Арабов Использовался Но Не столько В религиозных Целях А Таких Вот Знаменательных В религиозных Он и считается Отцом Основателем Мечетей В том Виде Какими Мы Их Сегодня Представляем Ведь Если Посмотреть На Более Старые Не Османские Мечети То Они Не имели На куполах Полумесяцев И Выглядели Мечети Не так Какими Мы Их Видим Теперь Потому Как Большинство Мечетей Были Одновременно И Медресе Университетами Своего рода При Молельных Залах И В современном мире Странах Куда Ислам Пришел Раньше Чем Турки Начали Возводить Мечети Их Шпили Тоже Были Необычными Например Мечеть Исламской Солидарности В Сомали Обратите Внимание На шпили Или Мечеть Тайуран В Тунисе Больше Напоминающей Бастион Или Обратите Внимание На Необычную Мечеть Ларабанга В африканской Стране Гана Так что Первопроходец И основатель Современной Архитектуры Мечети Это Синан Человек Который Был Христианином Армянином Или Греко Армянином То есть я неспроста Сказал в начале Что если говорить О национальной Принадлежности Мечети И церквей То скорее Можно в них Найти армянский След Нежели Азербайджанский Кстати Если Азербайджанец В истории Построивший Церковь Я например Не знаю Может быть Вы знаете Любую церковь Есть такой Азербайджанец Который построил Любую церковь Нет Как и мечети Не строили Не найдете Такого Архитектора Старины Чтобы под ним Независимые Источники Писали Что он был Именно Азербайджанцем Персом Или арабом Да Как Аджими Например Да Но Не азербайджанцем А сказки С совокупным Названием Тюрак Тюрк Будете Рассказывать Европейцам Не нам Они уж точно Не отличат Тюрка Азербайджанца От Тюрка Туркмена Или Узбека Далее В поздней Османской империи Армянская семья Балян Построила Множество Мечетей От Константинополя До Каппадокии Вот Альбом На турецком Языке На турецком И на английском Языке Вышедший В Турции Он изданный Там В 2011 И что вы думаете Там Все расписано Прекрасно Что Творили Армяне С мечетями Какие мечети Они возводили В Стамбуле Какие Дворцы И так далее Я еще раз скажу Книжка вышла В 2011 Году В Турции Здесь все Об архитекторах Армянских Стамбула И мечеть На территории Дворца Долмабахтан Имеется Построенный Армянами Балян И мечеть Бешикташ Что рядом С одноименным Их же Дворцом И мечеть Валиде Султан Построенный Агопом Баляном Их десятки И не только В Турции Но и Албании Боснии Современной И это Сами Турки Пишут И издают На минуточку Так К тому же Сколько мечетей На конфискованных Армянских землях Было построено Их тоже Десятки К примеру Чего только стоит Мечеть Сабанджи В Адане Построенная На землях Конфискованного Армянского Кладбища Иначе говоря Мечеть На крестах Так что Обращаюсь К азербайджанцам Когда вы Хоть половину Сделаете Для христиан От того числа Сколько сделали Армяне Для мусульман Тогда можете Называть армян Исламофобами Более того Бог с ними С христианами Когда вы Хоть треть Сделаете Для своих же Мусульман Сколько армяне Для мусульман Сделали Тогда и будете Кричать О джихаде А пока что Вы всего лишь Молодая нация Иждивенцев Сидящая На нефтяной Игле Правда Сидят На этой Игле Только те из вас Кто среди Вас Армянофобию Сеет А Сталин же Достается Только мазут И тот На кончике Носа Ладно Всем мира Добра А некоторым И ума Что ж тут поделать До свидания Субтитры